Пара минут по узкой тропинке из 21 века до Средневековья. Каждого гостя в лагере встречали рыцари и дамы этой загадочной эпохи. На фестивале каждый мог и сам стать рыцарем. А самые пытливые побывали в роли казнённых. Сразу осознаёшь, в какой эпохе живёшь, ценишь достижения науки и культуры, что не нужно ходить в кандалах. Раз в год можно окунуться в эту эпоху и вернуться назад к себе в нормальную жизнь. Палаточный лагерь рыцарей полностью соответствовал эпохе своего времени. Даже бытовая утварь, как в Средневековье, и вся используется по назначению. Судя по сегодняшнему дню, у нас довольно много интересующихся. Не сказать, что они много спрашивают конкретно по деталям каким-то, но вот назначением вещей интересуются, меряют. Самое посещаемое место изумрудной долины – чайная. Алкоголь на территории парка запрещен. Главные напитки фестиваля – сбитень и чай на любой вкус. По соседству с гурманами можно было поучаствовать в изготовлении народных инструментов. С ведущей умельцы проводили мастер-классы. Десять минут – и тростниковая дудка готова. Этот предок кларнета и саксофона в таком варианте просуществовал много тысяч лет. А материал для его изготовления растёт почти повсеместно. Целиковая трубка абсолютно. Нарезаны дырочки, нарезан язычок. Язычок бьёт, трубочка резонирует, и происходит звук. В общем-то, можно сделать из этого инструмент практически профессиональный. Казачий хор создавал особую русскую атмосферу в Чайной. Вместе со зрителями их пением восхищалась главная гостья фестиваля из Москвы – Ольга Орефьева. Все три дня она посещала мастер-классы, жила в палаточном лагере. И успела оценить доброжелательность приморцев. Я бы не сказала, что я замечаю какую-то разницу, что здесь какой-то отшиб или какие-то другие люди. Здесь прекрасные люди, совершенно такие же, как в Москве, и где угодно. Может быть, это относится к определённому слою. Я куда ни приеду, везде встречаю прекрасные глаза и прекрасные улыбки, такой молодёжи просвещённой, ищущей, художественной. Ну вот здесь это именно так. Это первое выступление Ольги Орефьевой в Приморском крае. Вместе с певицей и группой «Ковчег» приехали её друзья из авангардного театра «Колимба». Певица уделяет большое внимание представлению на сцене. Перед концертной площадкой яблоку негде было упасть. И на лицах предостей и горе, все поют греиста во минаре. И на лицах суши и горе, но нету рядом никого. Даже дождь в начале концерта не смог испортить выступление певицы. Вместе с песнями Ольги Орефьевой прозвучали и любимые ею – русские народные. Тексты песен поклонники её творчества знают наизусть. Не стесняясь, они подпевали исполнительницы. Организаторы фестиваля «Восточное лето» решили прописаться в Изумрудной долине и сделать такие этновыходные ежегодными. Наталья Зайцева, Сергей Удовиченко, Телемикс.